Малышка И это я тебе к чему говорю-то? Я скоро перестану, наверное, выходить на сцену, потому что меня все спрашивают после клипов. Как можно получить такую упругую пятую точку? Как можно сделать ясный взгляд? Как можно... В общем, я не знаю. А мне вот хочется спросить их, а как можно всего этого не делать? Ты вот знаешь о том, что научно доказано, что зрелость человеческая, не старость, а зрелость, наступает в 50 лет. И только после 70 мы можем говорить о каком-то возрасте, с которым начинается обратная точка отсчета. Ты знала, Вадим? Не все заживают. Потому что не все знают. А это факт, который признан, не знаю, там Минзрама или еще какой-то международной ассоциацией медиков. И это факт. И все сейчас об этом говорят. Ты знаешь? Где ты это все... Где? Да нет, есть же интернет, есть какие-то люди, есть какие-то события. Главное, есть желание все это знать и об этом главное говорить. Тебе сколько лет? Много. Я твой ровесник. Сколько? Ты сейчас сказал что? Ты сейчас понял, что я сказал? Я твой ровесник, мне много лет. Дурачок. У нас только все впереди еще. Поэтому давай с тобой все будем снимать и будем рассказывать нашим ровесникам, всем, кто приближается. Нет, а что ты хочешь? Вот смотри, мы уже выяснили, что в 50 лет жизнь только начинается. Наши бабушки и дедушки, они в 50 лет уже, ну все уже, да, здраво. Наши бабушки и дедушки умерли. Ты понимаешь? А первобытные люди, царство небесное, а первобытные люди, они до 30-ти ели доживали, понимаешь? Но жизнь так изменилась. Охотиться ни за кем не надо. Нервничать особо не надо. На диване лежишь, пультом общелкаешь, понимаешь, все делается. А еда какая? Еда чудесная, с консервантами, которые не надо, не добывать ничего. В общем, никаких проблем, никаких забот, сиди все хороши и питайся, и одевайся, и так далее, и так далее. Но, во-первых, нужно знать об этом, во-вторых, нужно полюбить эту цифру. Ты любишь свой возраст? Вот ты сейчас мне сказал, что я такой же старенький, как и ты. Я не говорил, что я старенький, я сказал, что мой возраст у меня такой же. Какой же? Но я тебе хочу сказать, те, кто мне пишут такие комменты, комменты, как правильно, в инстаграм и прочие сети. Ой, ты знаешь, они дышат ядом, как так можно? В твои-то годы, с голой попой, да побоялась бы дочери и так далее. Вот я хочу всем сказать, друзья мои. Именно в мои годы и в ваши годы. Вот только в эти годы. Да, потому что, смотри, дом построен, дети подрощены, мужья поменены, да? Что еще? Только, а, и мысли, главное-главное, и главные мысли все построены в тот порядок, который ты заслужил, который тебе хочется видеть в своей голове. Понимаешь? Живи, не хочу. Почему я должна в 50 лет умирать? Скажи мне, пожалуйста. А почему я умирать? Ну, потому что люди мне пишут и говорят, как ты можешь? Сиди дур дома, старая, на пенсию иди. А ты знаешь, как их много? 5% дебилов. Каких дебилов? Это не дебилы, это наши люди. И они прекрасные люди. Просто им никто не сказал, что 50 лет у нас жизнь только начинается. 50 лет. Вот я говорю. Это первое. 50 лет жизнь только начинается. Запомните это. До 70. Молчок. Вот когда в 70 я выйду, у меня будет вторая серия клипа Близзос. Вот тогда давайте поговорим. Там могут быть варианты, да, уже. Что касается внешнего вида, друзья мои. В мои 52 года, вот я так стала хорошо выглядеть. Вот ты меня знаешь давно, да? В 50. Вот я сейчас смотрю старые фотки, смотрю свои старые какие-то там съемки. И я понимаю, что только после 50 как-то у меня все вот устаканилось. Знаешь, почему? Потому что в голове порядок образовался. В голове порядок. С чего бы это? Умная? Читаю много. А, ты умная, что ли? Конечно, конечно. Поверила в то, что все возможно. И как бы и поняла, что если ты сам этого не сделаешь, тебе никто за тебя. И тебе никто это специально не принесет. И за тебя никто ничего не сделает. Поэтому, 50 лет, ты вот, день у тебя с чего начинается? Скажи мне, страдалец. Не знаю. Не знаю, не знаю, ой, не знаю. Жрать хочешь? Жрать хочешь. А вот, значит, доктор Ковальков есть такое, знаешь такого? Да. Вот он про еду все. Сам похудел там чуть ли не на 80 килограмм. Я с ним знакома, прекрасный, чудесный человек. Вот, у него есть одно правило. Это мое правило, я его взяла себе. Завтрак надо заслужить. Ага, как заслужить? Мы же знаем. Пять тысяч шагов. Иди-ка, накрути. Нет, дружочек, это как раз завтрак надо заслужить. Это моя, это моя система. Вы же меня спрашиваете все. Понимаешь, я не могу уже постоянно снимать там какие-то передачи, которые кто-то видит, кто-то не видит. Давать интервью. И везде одно и то же. Ребята, смотрите мой канал, смотрите мою передачу и пересматривайте, и записывайте, если вам... Встал, улыбнулся, к зеркальцу подошел. Настроение фиговое, денег нет, чудесное лето, дождь капает, снег идет в августе. Все хорошо, все как обычно. У нас чудесная страна. Каждый день просыпаешь, не знаешь, что тебя там ждет вообще. У них скучно. Все предсказуемо и все неинтересно. Подошел к зеркальцу, улыбнулся, не хочется, а ты через силу. Мышцы запоминают эту прекрасную эмоцию. Дальше. Штанишки на ножки. Ты меня слышишь? Да-да, но я еще и работаю. Очень хорошо. Я же просто так взяла. Штанишки, кроссовочки и вперед. Ты знаешь, что у меня сейчас новые тренеры, новая у меня фишка? Молодой тренер. Молодой, молодой, глупенький, чудесненький конькобеж забывший. Так вот, в минус 30 он меня заставлял выходить и на улице заниматься. Знаешь, почему? А он сам-то бегает? Бегает. Метаболизм начинает по-другому работать. Организм работает на сопротивление, и он начинает больше тратить калорий. Улыбнулись, встали, штанишки, кроссовочки одели. 5 тысяч шагов, потому что завтрак, вот, его надо заработать. Прибежали в душик, и поверьте мне, вы потом жрать-то особо не захотите. Откуда я все это знаю? Я все это знаю оттуда же, откуда можете знать вы. У нас вот интернет нам в помощь, да, Стив Джобс, я знаю, но нам оставил кучу прекрасных вещей, без которых... Отцов и жив. Я не знаю, что на это сказать, давай сделаем какую-нибудь рекламную паузу, а потом продолжим, потому что это какой-то неожиданный поворот. Ну вот так. 52 года надо делать все, потому что в 72 уже нет смысла это делать. Если вам захотелось, на Эверест, лезьте на Эверест. Вас ничего не держит, понимаете? Все уже, вы все попробовали, везде уже или обожглись, или получили удовольствие. Вы уже, в принципе, знаете все в этой жизни, только или в голове своей все прокрутили, или обожглись, да. Но так, чтобы получить от этого максимум удовольствия, вы этого не делали, иначе вы сейчас об этом бы не говорили, да. Поэтому вот я никогда не снималась в таком откровенном и остром видео. Пожалуйста, я это сделала. Я никогда в жизни не бегала, я боялась, потому что у меня все говорят, в 52 сустава не те. Надо это, что там надо? Чего молчишь-то, господи? То у тебя отцой жив, а то теперь ты молчишь. Значит, сустава не те, лучше ходьбой, медленной ходьбой с дыханием глубоким заменять. Я вот вам говорю, что никакой ходьбой, ну, можете начать с ходьбы какой-то период, а потом бег, бег, бег. Я тоже думала, что я сдохну сейчас от этого бегу. Нифига. Я бегаю сейчас по 40 минут без остановки. Я себе представить это не могла, что это возможно. Поэтому все, чего хочется после 50, все можно. В общем, короче, мы сегодня с вами остановились на чем? На завтраке. Мы с вами позавтракали. А что будем делать после завтрака, я расскажу вам в следующей передаче. А сейчас я хочу вам зачитать некоторые вещи. Это опять же из интернета. Мне никто за это не платит. Это не реклама. Это просто мои какие-то находки в этом море и океане. Я их жутко люблю. Они мне очень нравятся. И я просто советую вам. Есть такое приложение, называется «Стаканчик». Вот стаканчик. Сейчас я потом покажу, как это выглядит. У меня вот мальчик, который со мной спорит. Он же человек, который ничего не знает. Только знает, как ручки крутить на своих видеогаджетах. Короче, значит, приложение называется «Стаканчик». Это психологическая сборная солянка, в которой уже выжимки из каких-то очень хороших, простых, доступных и нужных всем статей. Я хочу сейчас закончить нашу первую программу. Значит, маленькой выжимкой из приложения под названием «Стаканчик». Что не нужно делать для того, чтобы быть счастливым. Не нужно делать. Вот вы хотите быть счастливым. Вы сейчас наслушали Сяпину. Вы поняли «Ура!» Она смогла. Чего же я дурею, что ли? Конечно, не дурею. Вы лучше, вы круче, вы смелее, вы красивее и так далее, и так далее. И как мы понимаем, что сейчас тот самый возраст, когда только все и дерзать, 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 дерзать. Но есть девять вещей, которые вам обязательно вставят палки в колеса. И вот вы должны знать своих врагов в лицо. Приложение «Стаканчик» открываете, штудируете, ищете, наслаждаетесь. Первое. Вам никогда не нужно искать одобрения в окружающих людях. Ну, если это какие-то очень близкие люди, которым вы хотите понравиться, это одно. Но когда Апина выходит с голой пятой точкой, ей говорят, «Ой, идиотка, вообще уж и стыд потеряла, срам какой!» Подожди, какая же там была фраза замечательная? А, люди, угомоните эту взбесившуюся пенсионерку, что-то, да. Ну, в общем, и не с числа. Никогда не слушайте, никогда вы не будете нравиться всем. И вообще все, что вы делаете, для того, чтобы нравиться себе. Все остальные пусть отдыхают, пусть они собой занимаются. Это первое. Второе. Поменьше говорить слово «не» и вообще негативное отношение ко всему. Вот ты сейчас на меня смотришь, если тебе не нравлюсь, что пришла, да? Сейчас бы, что ты пришла, да? Сейчас бы сидела бы дома, да? Да, и я бы дома сидел. Пивка бы взял, включил бы что-нибудь, сидел бы как человек, да? Нет такого? А, хорошо. Это мы с тобой попозже поговорим о материальной. Важной очень часть. Мы же не любим деньги, да? А поэтому деньги не любят нас. Мы же говорим, что богатым быть плохо. Потому что богатые – это все воры. И кто еще? Козлы? Не знаю. Простите, слезь богу. Но установка такая, да? Правильно? Правильно. Установка такая, да? Нет, богатые люди – это хорошие люди. Потому что у них есть деньги. А у меня сейчас нет. Ну, все не очень хорошие. Итак, мы восторгаемся. Мы сначала восторгаемся, а потом, может быть, критикуем. Вот никогда не наоборот. Третье – это не надо себе рисовать в воздушных замках и тех самых чудесных людей, которые должны вас окружать. Нет, все люди разные. И все они не идеальны. И они никогда не будут соответствовать вашей придумке, вашей схеме. Опять же таки, вас в тех людях, которые вас окружают, с которыми вы идете по жизни. Сначала ищем хорошее, а потом плохое. А потом плохое уйдет. Те четвертое – все виды оправданий. Что? Я ленивый, я не пойду. Зачем мне это нужно? Я старый, мне 52 года. Вот эти все дурацкие оправдания – это все в помойку, в помойку, в помойку. Страхи и неуверенность – это очень сложная тема. Страх в одном хорош, когда ты боишься за свою жизнь. Все остальные страхи – это к психиатру. А, кстати, я хочу вас знакомить с хорошими психологами, психиатрами. Потому что, ну, вы все знаете Апину, да? И поэтому вы будете слушать мой бред, который я несу. Или бред, или не бред, совет, не совет, я не знаю. Ну, какие-то наши обсуждалки, наши болталки. Но есть такие вещи, когда наши болталки уже не помогут. Поэтому я читала много хороших людей. Я, как бы, знаю их в лицо, некоторых знаю лично. Поэтому, если что-то, какая-то проблема возникнет, я вам с удовольствием назову пароли, явки, фамилии. Пишите, звоните, я всегда ваша. Привычка все откладывать на потом – это тоже очень плохо. Лучше не накручивать себя, сделать что-то одно. Есть такая наука, которая называется «Time Management». И куча книг, огромных книг, как надо организовать свое время, что с этим временем делать. 24 часа, поверьте мне, это так много. Я просто не знаю, чем забить это время. Жалко, единственное, мне жалко. Знаешь, какие две вещи? Тебе какие вещи жалуют? Ну, не знаю, мне ничего не жалуют. Нет, а мне очень жалуют. Мне две их жалуют. Кого? День. Да у тебя их нет. Чего жалеть-то, когда их нет? Смотри, значит, главное, значит, мне жалко время на сон, мне жалко время на поиск еды, да, потому что некоторые прям «О, я такого тунца съем, которого нет нигде, только здесь». Бред-бред. Овса заварил себе, погрыз и дальше вперед. И что еще? А еще, мне кажется, самая большая ошибка природы, знаешь, какая? Писать-какать. Как-то вот природа не продумала эти фишки. Не кажется тебе? Мне кажется, все продумано. Не знаю. Добрять надо людьми. Чего? Не знаю, мне кажется, это лишнее. Абсолютно. Первое время много, во-вторых, как-то все это процесс какой-то, не знаю, это должно быть безотходное какое-то производство, что-то на это вообще не бросить. Ну, это почему это мы вырежем? Почему это мы все вырежем-то, господи? Может, людям интересно? Может, кто-то со мной согласен? Так, дальше, что еще? Потребно все контролировать, да? Вот ты смотришь на меня, думаешь, что ты думаешь, ну, что так она и одета, и что-то у меня не протер линзочку, и так далее, и так далее. Отпусти ты все это. Спасибо, что я в следующий раз оденусь так, что ты меня все равно начнешь критиковать, и будешь контролировать, там ли я сижу или сям ли сижу. Отпустите все, выдохните, улыбнитесь, и делайте что-нибудь просто с удовольствием. И еще одна противная штука называется привычка жаловаться. Ты часто жаловываешься? Часто только не жаловался. Денег нет. Я не жаловался. Да ты жаловался. Это жалоба называется. У меня все хорошо, только денег нет. Это самая настоящая жалоба, прикрытая, завуалированная какой-то твоей повседневной подачей. Вот что я хотела сказать. До следующей встречи. До свидания. Лес.